Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимые отцы, братья и сердца, и уважаемые представители государственной власти, сердечно приветствую всех участников пленарного заседания 26-го Всемирного Русского Народного Собора. В прошлом году на юбилейном съезде мы говорили о настоящем и будущем русского мира. Именно так звучала наша тогда встреча под этой темой и проходили дискуссии. Мы много размышляли о понятии того, что есть русский мир, о его ценностной парадигме и о том, какое место в ней занимает традиция. Напомню, нами были сформулированы следующие важные тезисы. Русский мир – это культурное пространство высоких духовных нравственных ценностей. Особое место среди которых занимают верность традиции, принципом солидарности и справедливости, взаимного уважения, терпения и миролюбия, устремленности к добру и гармонизации отношений, нравственно-ответственного творчества и осознания неотделимости России от судеб всего мира, всемирной отзывчивости русского человека. Итак, общность мировоззренческих идей и нравственных установок, общность святынь русского мира, не связанного государственными границами, национальными или религиозными различиями, образуют ценностный фундамент нашей цивилизации. В своем прошлом выступлении я также коснулся основных вызовов, с которыми сталкивается русский мир. Сегодня хотел бы подробнее остановиться на важнейших угрозах и развить мысли, высказанные год назад. Угрозы обычно разделяют на внешние и внутренние, хотя в реальности они зачастую тесно связаны и перекликаются между собой. Если же мы смотрим на мир глазами религиозной веры, то легко можем увидеть, что все деструктивные явления по сути имеют духовную природу. Поэтому в определенной степени название темы нашей встречи можно назвать условным. Из очевидных внешних угроз русскому миру самой актуальной сегодня является продолжение военных действий. Эскалацию трагического конфликта между братскими народами России и Украины постоянно подогревают известные всем внешние силы, действующие по древнему и проверенному принципу «разделяя властвуй». Эти силы заинтересованы в дальнейшем усугублении противоречий между братскими народами. А почему? Можно было бы спросить. Почему Россия, Украина и Беларусь точно кость в горле у западного мира? Ответ простой. Все дело всех ценностей, которыми мы придерживаемся, которые положены в основы нашей духовной, культурной атентичности. Как метко писал талантливый русский мыслитель Николай Яковлевич Данилевский, «Западный мир, цитирую, инстинктивно чувствует это крепкое твердое ядро, которое не растолочь, не размолотить, не растворить, и которое имеет и силу, и притязание жить своей независимой, самобытной жизнью». Эти ценности, названные мною ранее, и сейчас героически отстаивают наши воины, сражающиеся в зоне специальной военной операции. Западный мир, привыкший к многолетней культурной гегемонии, не готов признать за нами, да и с другими цивилизациями, право на самобытность и особенно на самостоятельность. Именно об этом свидетельствует настощая эскалация, которая грозит перерасти в прямое столкновение двух миров. Слава Богу, руководство России, прежде всего президент страны Владимир Владимирович Путин, сознавая огромную ответственность, являют мудрую рассудительность, хладнокровие и спокойствие в этих непростых обстоятельствах. Не поддаются на циничные и дерзкие провокации, но продолжают последовательное продвижение к поставленным целям, в защите законных и справедливых интересов России и русского мира. Не буду много говорить об этих внешних событиях, хотя они, безусловно, очень беспокоят всех нас. Вместе с тем хотел бы отметить, что нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Врат рога человеческого пытается посеять смятенью и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества, ибо человеком, лишенным душевного мира, легче манипулировать. Он всего боится, он сам себя изнутри ослабляет, не всегда нуждается во внешней опоре, а внешняя опора является нередко фактором манипулирования извне. Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. Но такое упование вовсе не означает, что мы должны сидеть сложа руки и молча наблюдать за происходящим, попуская злу торжествовать. Напротив, наше земное призвание быть воинами Господа и вести, по слову апостола, брань против духов и злобы поднебесной, противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы. Вот такое целеполагание у России, как говорят на внешнем контуре. Среди значимых внутренних угроз России в нашей духовно-культурной идентичности это, как ни странно, распространение и поддержка неоязыческих идей. Казалось бы, экзотика, а совсем нет. Эту тему я уже затрагивал ранее. Повторю, риторика неоязычников обычно строится вокруг идей личного героизма, доблести и подвига, которые якобы не присущи христианству. Лживость этого тезиса абсолютно очевидна. Нужно совершенно не знать историю русского народа, чтобы утверждать подобные глупости. Подвиг – это основа христианской жизни, которая требует огромного мужества, воли и силы. Подвиг – от слова «движение», как я нередко говорил. Движение вперед и вверх. В подвиге всегда есть вертикальное измерение, то есть, значит, духовное измерение. История Церкви знает множество примеров святых, неших ратное служение. Бережно хранит память о святых воинов и русская православная церковь. Святые благоверные князья Александр Невский, Дмитрий Донской, праведный адмирал Федор Ушаков, преподобный Илья Муромец, Пересвет и Ослябе и сегодня вдохновляют наших воинов, сражающихся на передовой. Однако угроза распространения неизычества с культом жестокости и грубой силы реально существует, в том числе и в армейской среде. Бороться с такими взглядами – важная задача и военных священников, и ответственных командиров, замещающих за своими подчиненными нечто подобное. В последнее время появилась и новая мода устанавливать фигуры языческих божеств для привлечения внимания туристов. Языческие идолы – это именно идолы, то есть религиозные символы, а не какие-то арт-объекты, как это пытается кто-то порой представить. Наши благочестивые предки низвергали идолов, и не потому, что они были некультурными людьми, а потому, что они понимали, что речь идет не о культурном факторе, а о очень опасном, касающемся и прикасающемся к духовной жизни человека. У многих в памяти недавняя резонансная история, произошедшая в одном северном регионе, который прочно ассоциируется с оплотом русскости и православной традиции. Слава Богу, усилиями правящего архиерея, неравнодушной общественности и указанием губернатора этот квази-арт-объект был демонтирован. Но ведь, к сожалению, это не единственный такой случай. Где-то воззвания церкви и требования православной общественности остаются неуслышанными. Хотел бы вновь особо подчеркнуть, заигрывания с язычеством опасны. К чему они приводят, мы хорошо знаем. Достаточно взглянуть на соседнее воюющее государство, в котором неоязычники при попустительстве власти приблили такую силу, что создали собственные военизированные подразделения, основанные на нацистской идеологии. Язычество равно нацизму. Эту формулу необходимо иметь в голове всем симпатизантам языческих идей, продвигающих в общественное пространство. Не от большого муа и не от любви к отечеству это делается. Скорее, напротив, от незнания истории и банального невежества. Это в лучшем случае, а в худшем – от сознательного желания навредить. Печально, но попытки подогреть инцеритерское язычество наблюдаются даже в образовательном пространстве. Достойно глубокого сожаления, что руководители и педагоги в некоторых школах пытаются переформатировать на славянский манер популярный в западных странах шабаш, так называемый Хэллоуин. Честно говоря, праздником даже язык не поворачивается такое назвать. Под патриотическим предлогом предлагается переменовать Хэллоуин в мероприятиях Велесовой ночи. Что, если это не фальсификация национальной истории, подмена духовных ценностей и некоторая, простите, пощечина русской культуре? В ответ на такого рода действия нельзя проявлять и нервность, и равнодушие. Это не пустяки, это не сказки, это не игра молодежи. Нет, совсем другое. Важно делать все возможное, чтобы предотвратить внедрение этих ложных и опасных символов в сознание наших детей. Тем более, как я уже сказал, в определенных средах эти символы принимаются. Тоже, может, бессознательно. Тоже, может, напору той идеи, что, мол, с этими символами связана сила, мужество и так далее. Невежество воистину корень многих зол. Церковь всегда выступала за развитие просветительской деятельности. Свет Христов просвещает всех. Эти слова огненной строки проходят не только через богослужение Великого Поста, но и через всю миссию Церкви, которая свидетельствует о важности получения настоящих глубоких знаний, качественного образования и нравственного воспитания. Именно поэтому мы с осторожностью относимся к звучащим сегодня предложениям ограничить среднее образование восемью классами, а высшее – тремя годами обучения. Позвучали такие мысли. И на достаточно высоком уровне. Образование необходимо для формирования цельной и гармонично развитой личности, для раскрытия в человеке образа Божия, заложенного с рождения. Не устаю напоминать об этом важном смысле слова «образование». Если образование и культура не воспитывают в человеке доброту, совестливость, любовь к отечеству, то возникают тревожные вопросы, в правильном ли направлении вообще они развиваются, точно ли они служат благу народа. Как так получается, что участие заканчивающей государственной школы или вузы молодых людей формируются в ценности чуждой нашей духовной и культурной традиции? Они не испытывают любви даже уважения к России, к ее истории, с нескрываемым презрением отзываются о русском народе и даже о русском языке. И ведь это же не то, что бред какой-то, факт. Таких, конечно, пока меньшинство, но, к сожалению, это не маленькое меньшинство. Почему из государственных вузов, содержание которых обеспечивается за счет средств национального бюджета, пополняемого простыми налогоплательщиками, то есть всеми нами, выходят в том числе и русофобы? Ну давайте подумаем об этом как-то. И в то время, когда страна находится в очень непростом положении, обороняясь от многих, кто желает, как мы говорим, расчленить и погубить единый народ. Эти вопросы перестанут быть риторическими, если мы посмотрим, какие ценности могут прививаться молодому поколению. Педагогами с широкими взглядами на жизнь, в кавычках беру эту фразу, как они сами себя, кстати, называют. В январе этого года, выступая перед нашими парламентариями в Совете Федерации, я делился с ними своей заботчинностью относительно преподавания литературы в школе. С учетом литературоцентричности всей русской культуры данный вопрос имеет ключевое значение. В первую очередь, для формирования ценностных ориентиров подростков, их моральных качеств и жизненных устремлений. И вот учитель, зная это, выбирает для детского чтения современные произведения, которые рассказывают о нормальности неполной семьи, внебрачных связей и романтизируют противоестественную однополую любовь. Может ли подобный сомнительный круг чтений сформировать у человека твердые нравственные убеждения? Ну, ответ очевиден. Конечно, нет. Современная детская литература, ее качество – это предмет особого рассмотрения. Насколько мне известно, в последнее время были даже специальные исследования для выявления тем, поднимающихся в детских книгах. И среди систем обнаружились такие, как предательство, человек как животное, отвержение традиционных социальных ролей в семье, нормализация любых отклонений, живи здесь и сейчас, и не думай о будущем. Безотносительно того, насколько корректно была проведена выборка книг и метод самого исследования, большую тревогу вызывает тот факт, что такие литературные книги, и в принципе присутствуют в предлагаемой для детей чтении. Схожая ситуация наблюдается и в области детской мультипликации. Все это похоже на какую-то, не побоюсь сказать, социальную шизофрению. С одной стороны, Церковь прикладывает большие усилия для того, чтобы укреплять традиционные духовные и нравственные основы жизни в нашей народе. Мы ведем активный диалог с законодательной и исполнительной властью, отстаиваем важные законодательные инициативы, боремся с пропагандой идеологии «Чайдфрид», и защищаем права нерожденных детей, свидетельствуя о важности многодетности, укреплении института брака. И это не только Церковь, это и многие общественные организации. Я думаю, что это вообще-то так думают большинство людей, и готовы большинство из граждан наших защищать эти ценности. И в это же самое время в части нашего общества, в некоторых государственных школах, вузах и средствах массовой информации, как бы не взначай, испыдволь насаждается и популяризируется совсем иная система ценностей, чуждая нашей культуре и духовной традиции. Получается, что одной рукой мы созидаем и собираем, ну а с другой расточаем и разрушаем. Что это? С одной стороны продвигаем важные законопроекты по защите традиционной семьи, а с другой не допускаем до телеэфира передачи про традиционную семью, снятые в том числе с участием представителей Церкви. Вот взяли и сняли такую передачу без объяснений. Зато нередко транслируем развлекательные шоу и программы, в которых без осуждения и даже без всякого сожаления говорим как-то о чем-то нормальном, имея в виду разводы и нарушение супружеской верности. Шуточку, смешочки. Ну такой, как бы такой вот развлекательный момент. И подается он именно в таком контексте. Не с точки зрения выражения озабоченности, что это трагедия, личная трагедия, это развал семьи, это трагедия для родителей и детей, а как нечто такое, что вот вокруг чего некая романтика тоже вращается. Вспоминаются в связи с этим пронзительные слова нашего замечательного философа Василия Розанова «С болью и негодованием писавшего те, кто, презирая свою родину, при каждом у добром случае вредит ей из-под тишка». И дальше цитата. «Они внушают и нашептывают нашим детям, что мать их недостойная, что теперь, когда они по малолетству не в силах ей всадить нож, то, по крайней мере, должны понатыкать булавок в ее постель, в стулья и диваны, набить гвоздочками везде на полу, чтобы она страдала и истекала кровью. Таких гвоздочков, к сожалению, и сегодня рассыпается немало». Я затронул лишь некоторые темы. Можно было бы сказать и о всеобщем снижении уровня грамотности, и о все более редком навыке логично, ясно и красиво выражать свои мысли о недостаточно высоком социальном статусе и авторитете учителей, о пугающей эпидемии сквернословия, охватившем в том числе и детей, жутко слышать, как ребенок с 70 лет матом ругается. Все это тоже очень важные вопросы. «Судьбы целых империй зависят от образования молодежи», свидетельствовал великий Аристотель, «ибо где нет исключительного внимания к воспитанию, там и само государство терпит ущерб». Аристотель, его книга «Политика». Вопросы образования и воспитания подрастающего поколения имеют ключевое значение для будущего нашего народа, а потому должны быть в фокусе особого пристального внимания как государственных властей, так и общественности. Всем нам, любящим русскую культуру, отстаивающим совобытность и духовный суверенитет русской цивилизации, каждому на своем месте предстоит немало потрудиться, чтобы настойчиво, последовательно и решительно ограждать наше молодое поколение от влияния пагубных идей, которые реально угрожают будущему нашей страны. Для русского мира одним из оплотов традиции является семья. Важно решать демографические проблемы, связанные с низкой рождаемостью, с высоким процентом разводов и, конечно, снова и снова скажу, с совершением большого количества абортов. О последней теме не устаю напоминать при каждом случае, когда встречаюсь с людьми, от которых зависит решение этого болезненного вопроса. Слава Богу, за минувший год в целом ряде регионов были приняты законодательные меры по запрете склонению к аборту. И сердечно благодарю руководителей этих регионов. Отрадность, что многие частные клиники добровольно отказались от лицензии на проведение абортов, тоже благодарю за такой шаг. Надеюсь, что подобные начинания будут распространяться на все регионы и станут вкладом в народы сбережения и в улучшение демократической ситуации в России. Еще один серьезный вызов русскому миру – это алкогольная угроза. Мы много говорим о необходимости повышать рождаемость и укреплять семейные ценности, о пропаганде многодетности и борьбе с абортами, но забываем о том, что страшным зверем, пожирающим людей, остается алкоголь. Распад семей, женское и мужское бесплодие, рождение больных детей, тяжкие преступления со смертельным исходом, совершенные в пьяном виде, ну и, наконец, разрушение здоровья и значительного снижения умственных способностей как у самих употребляющих алкоголь, так и у их потомков, получая издурную наследственность. Все это ведет к физической, интеллектуальной и духовно-нравственной деградации людей и в перспективе к неумолимому угасанию нации. Проблема возникла, конечно, не вчера. На протяжении нескольких столетий распространяются и настойчиво навязываются общественному сознанию ложные стереотипы о якобы извечной склонности русского человека к пьянству. Ничего подобного. Русский человек всегда был работающим, трудолюбивым, ответственным, целеустремленным. Без этих важных качеств просто невозможно было бы создать такое государство, каким является Россия. В свете этого сердечной болью воспринимаю сообщение о том, что в текущем году существенно выросла продажа алкоголя. По некоторым из видов продажа выросла даже на 60%. Неприемливым высоким остается употребление алкоголя на душу населения. Это реальная проблема национального масштаба. Русская православная церковь, свидетельствующая о смертельной опасности алкоголизации, не может не бить в набат по этому поводу. У нас существует Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы, задачей которой является в том числе координации усилий Церкви, государства, институтов гражданского общества. Хотелось бы получить актуальную информацию о том, что реально делается для борьбы с алкогольной угрозой, в том числе и в рамках работы этого совета. Алкоголь оказывает непосредственное влияние на повышение смертности среди населения, поэтому никакие меры по улучшению демографической ситуации в стране не будут иметь ощутимого эффекта, если не вести борьбу за укрепление трезвенных убеждений. Знаю, что в некоторых российских регионах уже действуют или активно обсуждаются меры по ограничению продаж алкоголия. Думаю, это доброе начинание, заслуживающее поддержки. Ну вот, в свое время, когда я был ректором Духовной академии в Ленинграде, в мою обязанность также входило пастырское окормление русских приходов в Финляндию. И посещая эту страну, я был удивлен, как системно и с каким упорством и настойчивостью власти осуществляли программы по ограничению употребления алкоголя. Как известно, среди северных народов это действительно очень распространено было и представляло большую опасность. И ведь многого достигли. Никакого пьянства, повального в Финляндии, по крайней мере, о ней могу говорить, не существует. Оказалось, что из этого вообще рабства вырвать народ было невозможно. Но ведь сделали посредством разумных государственных программ широкого информирования общественности, воспитания в школах и в других учебных заведениях. Поэтому есть, конечно, соответствующие примеры. И я думаю, что очень важно было бы, чтобы и у нас осуществлялась планомерная работа в плане ограничения, обеспечения того, чтобы ограничивалось употребление алкоголя нашим населением. Необходимо вернуть нашему народу понимание и убеждение, что трезвость – это норма жизни, и тем более жизни духовной. Люди, погруженные в церковную культуру, помнят, что каждое утро мы просим Господа, чтобы Он даровал нам бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни. Трезвение духовное, трезвение ума невозможно без трезвения плоти. Это аксиома. Без возвращения людей к трезвенному образу жизни нельзя представить будущего русского мира. Если мы хотим и впредь сохранять мировое лидерство в технологическом, интеллектуарном отношении, если желаем, чтобы в народе нашем рождались талантливые, умные, главное, здоровые дети, борьба с алкогольной угрозой архиважная задача, которую необходимо решать и решать безотлагательно. Но при этом все-таки должен сказать, что совершенно очевидно, что предпринимаемые меры достигают своей цели. И мы являемся свидетелями уменьшения алкогольной зависимости в масштабах нашей страны. Большая часть моего выступления в прошлом году была посвящена неблагоприятной миграционной ситуации, сложившейся в России. Хотя ситуация и сегодня продолжает оставаться непростой, но, слава Богу, в настоящее время на федеральном и региональном уровнях принимаются законодательные меры для регулирования миграционных потоков и борьбы с нелегальной миграцией. Замечательно, что в ряде российских регионов прошли форумы и конференции, посвященные этой актуальной теме. Значимым, например, стал Приморский межконфессиональный форум, прошедший полтора месяца назад. Заявления, прозвучавшие на нем, свидетельствуют о глубоком, серьезном понимании проблемы, а также о готовности церкви и общественности активно участвовать в ее решении. Надеюсь, что так и будет. Подчеркну еще раз, непропорциональное замещение коренного населения мигрантами, носителями иного цивилизационного кода, и новоисторического опыта может привести к критическому культурному дисбалансу в нашей стране. А это, в свою очередь, несет несомненную угрозу русскому миру, ценностным ядром которого является православие. Кроме того, не секрет, что мигрантскую среду не оставляют без внимания те, кто проповедует идею радикального исламизма, экстремизма, представляющую прямую угрозу российской государственности. Вот я и в прошлом уже говорил об этом, но получил такую гневную отповедь от некоторых, не очень доброжелательно относящихся к русской церкви, исламских руководителей. Меня это огорчило, потому что речь идет не о желании церкви ограничить вообще мусульманское присутствие в России, речь идет не о межрелигиозной теме, а речь идет о будущем нашего государства, речь идет о том, что будет с Россией в будущем, и в том числе о судьбе русского народа, и как же церковь об этом не может говорить. И я был удивлен, очень удивлен этой негативной реакцией со стороны очень небольшого числа, но все-таки некоторых руководителей исламских общин. Подчеркну еще раз, непропорциональное замещение коренного населения мигрантами, носителями иного цивилизационного кода, иного исторического опыта может привести к критическому культурному дисбалансу в нашей стране. А это, в свою очередь, несет несомненную угрозу русскому миру, как я уже сказал, ценностным ядром которого является православие. Но опять-таки нужно помнить, что мигрантскую среду не оставляют без внимания проповедники действительно экстремистских идей. В связи с этим убежден, что корректировка миграционной политики должна заключаться не в одном только пресечении потоков нелегальных мигрантов, что, конечно, тоже необходимо делать, и не только в том, чтобы декларативно провозглашать равенство закона для всех. В прошлом году я уже обращал на внимание на неэффективность механизма решения проблем мигрантов, чем через диалог государственных властей с национальными диаспорами и их так называемыми лидерами. Хотел бы вновь подчеркнуть, что этот способ недостаточно эффективен. Не всегда понятен статус этих лидеров. Они не занимают официальной должности. Государство не уполномачивало их представлять какие бы то ни было объединения. Перед законом мигрант выступает именно как физическое лицо, наделенное правами и обязанностями, а не как член некой организации по национальному признаку. Мигрант, а не те, кто пытается говорить от его имени, является субъектом права. Предлагаемые диаспорами способы решения проблем не приносят пользу ни государству, ни государству, образующему русскому народу. К сожалению, ряд защитников, приезжих специалистов, в кавычках, нарушающих законы, пытаются представить справедливое общественное несогласие с ситуацией, как притеснение мигрантов. Да нет бы никакого притеснения. А что ж, нам и озабоченность свою выразить нельзя. Можно себе представить, что если бы нечто подобное было в тех местах и в тех странах, где представители этой самой миграции являются большинством. И если бы русский народ действовал там таким же образом. Поэтому, еще раз хочу заявить, церковь никогда и ни при каких обстоятельствах не выступает и не будет выступать за дискриминацию людей по национальному и религиозному признаку, ибо сама в недавнем прошлом страдала от такого притеснения. Но, повторю вновь, позиция замалчивания, выбранная некоторыми региональными властями, спускание ее на тормозах якобы для снижения общественной напряженности ведет как раз к обратному, к социальному недовольству. Это также является значительной угрозой русскому миру, для которого гармоничное взаимодействие государственной власти, общественности и всех людей доброй воли является важным принципом бытия. Еще раз скажу, конечно, выгодно эксплуатировать в каком-то смысле лишенных прав мигрантов. Им можно меньше платить, они могут жить в ужасающих условиях, на них можно зарабатывать. И те, кто так поступает, заботятся в первую очередь о своей прибыли, о своем достатке. Но очень важно, чтобы государство имело возможность реально регулировать все эти процессы, не отдавая их на откуп тем людям, которые используют мигрантов, в том числе для повышения своего материального благосостояния. Если так, то ничего не получится. Здесь действительно нужно вмешательство государства. А русский мир действительно, это пространство высоких духовных и нравственных идеалов. И причем людей разных религиозных взглядов, проживающих на территории России. А почему так? Потому что у нас общая история, богатый и ценный опыт совместного государственного строительства и отстояние свободы и незавидственности нашей большой Родины, что особенно проявилось в годы Великой Отечественной войны. Одной из угроз, могущих расколоть единство русского мира, являются попытки внести этно-религиозную напряженность в наше общество, столкнув лбами России с представителями вот этих разных религий. Масло в огонь, к глубокому сожалению, подливают и безответственные высказывания некоторых сограждан. Не буду их цитировать, но у меня здесь в подстрочнике все эти цитаты есть. Сограждан, не только подвергающих сомнению интерпретацию ключевых событий в истории России, но и оспаривающих даже государство, образующую роль русского народа. Эти сограждане не стесняются, впрямую говорят, переначивая всю нашу историю, отодвигая как бы русский народ на периферу ирию этой истории. Напомню, что последнее и вовсе последнее, вот в том числе то, о чем я говорю, является грубым нарушением Конституции страны. Стоит особенно подчеркнуть, подобные заявления льют воду на мельницу врагов России, желающих усиления центробежных тенденций в нашем обществе. Не хватит времени, чтобы перечислить все угрозы и проблемы, с которыми приходится сталкиваться нашей Родине на нынешнем этапе ее исторического бытия. Важно понять одно, от преодоления этих угроз и проблем зависит само существование России, как великого, суверенного, многонационального государства. Поэтому наши совместные усилия должны быть направлены на преодоление существующих проблем нашей общественной жизни, на укрепление нравственных, духовных и культурных основ нашего народа. Трудности на историческом пути русского народа это не повод для злорадства и тем более самопревозношения других этносов, что, кстати, присутствует в таком народном дискурсе иногда. Ведь это трудности всей России, для преодоления которых нужны общие солидарные труды. Тогда страна наша поистине может стать светом, миру и солью земли, силой, способной мужественно и твердо противостоять злу и духом тьмы, ковчегом спасения для многих народов, желающих свободно и открыто исповедовать свои традиционные ценности и духовно-нравственные идеалы. Дорогие участники собора, на всех нас лежит высокая миссия. Сегодня в этом зале присутствуют представители традиционных религий России, представители всех ветвей государственной власти, общественных организаций, педагогического и родительского сообщества. В нашем уважаемом собрании представлены важнейшие государственные социальные институты. Перед нами стоят те задачи, которые в одиночку никто из нас не сможет решить. Сможем только вместе, только в единстве, к чему всех вас горячо призываю. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok